МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приезжала бабка в город. На сцене Республиканского драматического театра с успехом прошла премьера спектакля по пьесе драматурга Юлии Тупикиной. Как повысить качество образования, обеспечить доступность дошкольных и общеобразовательных учреждений, противодействовать распространению диалоги экстремизма в молодежной среде. Эти темы стали главными в работе Совета при полпреде президента России в СКФО, который состоялся на базе Пятигорского лингвистического университета. В совещании приняли участие министр образования России Дмитрий Ливанов, полпред Сергей Меликов и руководители регионов из Пятигорска Мадина Каракетова. Школьник из Владика Авказа, перспективный дзюдоист Георгий Дзоев, стал героем этого дня. Он обратился к президенту страны с просьбой о встрече с возможностью получения автографа. Полпред Сергей Меликов вручил юному спортсмену подарок от Владимира Путина в портрет с автографом и тренировочный костюм. Еще один подарок на ручные часы вручили Владимиру Кайшеву, бывшему председателю правительства Карачева-Черкесии, проработавшему в последние несколько лет в аппарате полпредца, и поздравили его с выходом на заслуженный отдых. Приступая к главному вопросу повестки дня образованию, Сергей Меликов отметил, что одна из основных проблем сегодня – сложности с преподаванием русского языка в субъектах СКФО. Это, в свою очередь, является существенной угрозой для процесса формирования российской гражданской идентичности подрастающего поколения на Северном Кавказе, о чем мы говорим, в том числе и на общественных советах. На этом фоне мы не совсем понимаем, что согласно федеральному государственному образовательному стандарту в будущем для учеников 50-11 классов даже в основной образовательной программе произойдет снижение количества часов изучения русского языка на один час в неделю. В современных условиях, когда мы повсеместно наблюдаем откровенное снижение навыков владения русским языком, снижать нагрузку для выпускников по данному предмету, на мой взгляд, неоднозначно, особенно для нашего округа. Одной из причин низкого уровня преподавания русского языка в школах Сергей Меликов назвал невысокую заработную плату педагогов. Мы недавно эту проблему обсуждали с главой Карачаева-Черкесии. Я думаю, она, наверное, является типичной для других регионов. Отсюда у нас вытекает проблема старения педагогических кадров, снижение качества образовательных услуг, игнорирование передовых разработок. Исходя из этих непростых условий, хотел бы обратить ваше внимание на опыт Департамента образования города Москвы по процедуре аттестации и назначения на должности руководителя образовательных организаций. В непростых условиях, сложившихся в сфере образования, директор школы должен не только обладать высокой преподавательской квалификацией, но и быть полноценным и даже антикризисным управлением. Было отмечено, что недостаточное владение русским языком отражается и на качестве знаний по остальным дисциплинам, и, конечно же, на итогах ЕГЭ. Качественное преподавание русского языка назвал основной задачей для школ министра образования и науки России Дмитрий Ливанов. Неские баллы, полученные выпускниками школ на едином государственном экзамене, объясняются тем, что они просто не понимают, не могут в полной степени понять условия экзаменационных заданий. Поэтому повышение качества обучения русскому языку – это важнейшая задача, которую нам объединить усилия, предстоит решать в ближайшие годы. Министр отметил, что в Миноборе России есть целый ряд проектов, направленных на решение этой проблемы, и вопрос о комплектации школ, квалифицированными специалистами-руссоведами, которые будут реализоваться в течение года. Руководитель Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов внес свое предложение. Мы в прошлом году договаривались с МГУ и отправляли 50 учетей русского языка и литературы на повышение комплектации в МГУ. Может быть, есть смысл договориться с институтом русского языка, чтобы со всех регионов в порядке какое-то количество учетей? Давайте попробуем в протокол включить, проработать этот вопрос, почему бы и нет. Поднимались участниками совещания вопросы материально-технической обеспеченности школ, учреждений среднепрофессионального образования и детских садов. Сергей Меликов подчеркнул, что в ряде регионов основная задача майских указов достижения абсолютного показателя доступности дошкольного образования выполняется на 100%, и Карачева-Черкесия в их числе. Министр образования Дмитрий Ливанов обратил внимание присутствующих на необходимость исключения работы школ в несколько смен путем создания новых школьных мест. В СКФО в скором времени будут построены 15 дополнительных учреждений среднего образования, и одна из них в Черкесске. К вопросу единого госэкзамена возвращались несколько раз. Обеспечение прозрачности и объективности проведения ЕГЭ – основная задача, так как позволяет выявить реальный уровень знаний выпускников школ, отметил министр образования и науки России. «Сколько реальная картина качества работы школьной системы дает нам возможность планировать те меры по помощи школам и регионам в повышении качества работы школьного образования, которые необходимы. Здесь надо и более активно проводить аттестацию педаллических кадров, повышение их квалификации и наладить механизм объективного назначения директоров школы – обновление управленческого корпуса с привлечением коллективных современных кадров, в чем я уже тоже упомянул». Полпред Сергей Мельков рассказал, что в два предыдущих года единый государственный экзамен в регионах проходил на высоком уровне. В вузах страны, куда поступают выпускники из СКФО, по итогам ЕГЭ уже не жаловались на низкий уровень знаний первокурсников из регионов и призвал не терять этот темп. «В то же время хочу особо подчеркнуть, что процесс организации объективной издательной экзамена, включая проверки учеников на предмет наличия шпаргалок, не должен быть похож на традиционную северо-кавказскую специальную операцию. Я думаю, что, наверное, в этом году нужно попытаться и посмотреть, отпустить неким образом силовой блок от такого жесткого участия в проведении ЕГЭ. Потому что в конечном счете, добиваясь там определенных оценочных показателей, на мой взгляд, мы можем травмировать психику тех ребят, которые готовятся и идут на этот государственный экзамен». Еще одна важная тема – совещание противодействия распространению идеологии экстремизма. «Сейчас стало очевидным то, что необходим комплексный подход к выработке у сегодняшних студентов стойкого неприятия любых проявлений радикализма. Этого может способствовать усиление воспитательной работы в направлении мировоззренческой составляющей, ориентированной на российский духовно-нравственный императив». В некоторых регионах действуют неконтролируемые неофициальными духовными организациями, не органами госвласти, религиозные и образовательные учреждения. Подмена понятий в некоторых из них происходит в силу заблуждения, отметил полпред, а в некоторых целенаправленно для формирования антигосударственного мировоззрения у молодежи. Участники завещания были единого мнения о необходимости дополнить образовательную программу учреждений дисциплинами или разделами по противодействию терроризму и экстремизму. В прокуратуре Республики состоялся круглый стол, посвященный теме изменения законодательства в части предоставления сведений о доходах, расходах имущества и обязательствах имущественного характера. В работе круглого стола приняли участие представители Росреестра по Крачево-Черкесии. В соответствии с действующим законодательством до 30 апреля ежегодно все граждане должны отчитаться перед государством о своих доходах и расходах. На сегодняшний день сведения предоставляются единая справка в соответствии с указом президента страны. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте Росреестра и прокуратуры. На сегодняшний день органами прокуратуры Республики выявлено два таких факта приобретения имущества на неподтвержденные доходы. Согласно статье 17 Федерального закона 230 о контроле за расходами должностных и иных лиц прокурор Республики обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании объектов недвижимости в доход государства. По ходатайствам представителя прокуратуры на вышеуказанные объекты недвижимости судом, определением суда наложен на аресты до рассмотрения дел по существу. И вот что мы расскажем во второй части нашей программы. К паводкам и пожарам спасатели управления МЧС готовы. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошла комплексная тренировка. Приезжала бабка в город на сцене Республиканского драматического театра. С успехом прошла премьера спектакля по пьесе драматурга Юли Тупикиной. В выставку работ под названием «Единство» представили на суд зрители-художники, а ниже супружеская пара Руслан Маршанколов и Фахрика Малмоходова. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня в общественной приемной председателем партии «Единая Россия» Дмитрий Медведевов, черкесский депутат Государственной Думы от Карачао-Черкесии Ахмат Аркенов провел прием граждан. В обращениях было немало проблем, которые заботят большинство людей. Качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями, учреждениями здравоохранения и образования. Жители сельских территорий преимущественно волнуют вопрос выделения земельных паёв, воды и газоснабжения. Немало и тех, кто обратились к депутату с просьбой содействия в решении личных вопросов. Вопрос один. Там же у тебя дачный участок. Мы хотели переоформить его на свою дочь. И он нам помог очень хорошо. Как для законодателя? Что-то дают? Конечно, конечно. Законы имеют право выставлять депутаты государства, правительство, президент. Но есть законы, которые должны, мне кажется, идти снизу. То есть с людей, с населением. Тогда будет какая-то обратная связь. А в Общественной палате Республики прошло пленарное заседание по теме реализации в Карачаево-Черкесии национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года. На мероприятии заслушали доклады в области прав ребёнка о формировании единого подхода органов государственной власти России, местного самоуправления, институтов гражданского общества. Определили цели, задачи первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем детства. Стратегия на период до 2025 года признана определить комплекс действий адекватных динамики социально-экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности современных детей в социальной и психологической реалии их развития. Принятие национальной стратегии действий в интересах детей – это документ, который в глазах и мировой общественности, и российской ознаменовал вообще новую эпоху в отношении государства к детям, к вопросам детства сбережения. Здесь впервые появились такие понятия, которых до этого юридическая практика не знала. Ребёнок перестал быть просто объектом наших с вами совместных усилий. Ребёнок стал частью, активной частью того, что мы называем детской политикой. Умение оказывать помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Свои знания продемонстрировали спасатели управления МЧС Покраща в Черкесии. На базе парка культуры отдыха «Зелёный остров» прошла комплексная тренировка по подготовке к паводкоопасному и пожароопасному периодам. За ходом учений наблюдал Алихан Лепшоков. К каждому учению сотрудники МЧС готовятся тщательно, проверяя своё специальное оборудование и средства передвижения. В общем сборе личного состава Главного управления МЧС России Покращаева-Черкесии и подведомственных ему учреждений начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Василий Дергаусов подробно разъяснил всем спасателям план тренировок на выбранных объектах. Он подчеркнул, что такие мероприятия способствуют улучшению качества оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и в различных природных условиях. Сегодня были отработаны учебные вопросы по спасению людей, терпящих бедствия на акваториях, проведены водолазные работы. Также отработаны учебные вопросы по тушению условного лесного пожара с применением различных способов тушения. В ходе учения были отработаны навыки поиска на водных объектах. Помимо этого были имитированы всевозможные способы оказания помощи на акватории. Также спасатели провели работы по оказанию помощи условным утопающим. По словам самих МЧСников, именно профессионализм и хорошая подготовка позволят вовремя спасти людей, попавших в беду. Мы считаем, что для того, чтобы более качественно и лучше оказывать людям помощь, нужно подходить и рассматривать все аспекты этой аэропрофессии и, следовательно, и испытывать, что испытывают наши, к сожалению, клиенты. В рамках года пожарной охраны, объявленного МЧС России, были проведены учения по пожаротушению в лесистой местности. Совместно с сотрудником управления лесами Карачаева-Черкесии спасатели вступили в борьбу с огнем, используя специальную противопожарную технику. Благодаря оперативным и слаженным действиям условный очаг возгорания был быстро ликвидирован. По итогам данных учений, нами были отработаны совместные мероприятия. Можно сделать вывод о том, что действия наши были в части исполнения полномочий по отлучению лесных пожаров, отработаны очень хорошо. Также активное участие в учениях принимали члены регионального отделения Россоюз-ПАС и ребята из всероссийского добровольного пожарного общества. Спасатели показали высокий уровень профессиональной подготовки, который так необходим в аварийно-спасательных операциях. В драмтеатре состоялась долгожданная премьера спектакля «Приезжала бабка в город» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной «Ба». В центре сюжета история столичной молодой пары. Она добытчик, он домохозяйка, но однажды привычная жизнь меняется. Екатерина Семенова подробнее. Герои спектакля Оля и Леха живут вместе. Им чуть за 30. Она работает продюсером шоу на телевидении. Он готовит, стирает, убирает. Это герой, который живет в современном мире, в современных реалиях, который не смотрит назад на те поколения, которые были когда-то. Но со временем, по мере спектакля, он как бы меняется в более положительную сторону. Эти неправильно распределенные роли без совместных планов и разговоров о детях превращают молодых людей в потребителей. Лёв, а принеси чайку, плис. Но все меняет приезд бабушки Оли из глухой сибирской деревеньки, которая дает героям шанс измениться. Мы долго жили и воспитали много Иванов, родства непомнящих, которые забывали о своих матерях, о своих бабушках, о тех людях, которые их воспитали, о тех деревеньках, хуторах, где они родились. Попадая в город, все это забывалось. А этот спектакль поднимает именно эти проблемы. Бабушка меняет обстановку в квартиры, заводит дружбу с соседями, печет пироги, прогоняет Лёху и подыскивает женихов для Оли. Она много рассказывает о себе, о своей молодости, о том, как раньше влюблялись, женились. Сказочной не было, по-разному, но душевность людская была. На первый взгляд кажется, что бабушка приехала наводить свои порядки в конфликт старшего и молодого поколения. Но уже чуть позже зритель понимает истинные причины ее визита – помирить Олю с мамой. Дорогая моя доченька, по что ты меня подсунула? Читай. Читая письмо матери, каждое слово возвращает героиню к себе прежней. Она вспоминает о тех ценностях, которые растеряла. Но начиная жить заново, она уже не дает шанс сбежавшему Лёхе и выбирает новые отношения. Оля, ты видишь меня второй раз в жизни, а я тебя где-то пятый. Три из них эротические сна. Ну, по-моему, мы должны жить вместе. Неизвестно, будет ли новоиспеченный жених лучше прежнего. Не в этом дело, даже без фееричного хэппи-энда история кажется законченной, потому что все встало на свои места. Очень смелый вариант, конечно, для нашей Карачаева-Черкесии. Но в то же время было очень интересно посмотреть. Побольше бы, конечно, было у нас таких спектаклей. Сегодня в театр я попал первый раз. За всю жизнь? За всю жизнь, да. Очень даже впечатлило, поздравилось. Надеюсь, прийдет тоже посвящать такие премьеры. Актерам доставили удовольствие большое зрителям. И спасибо большое за представление. Будем посещать еще те спектакли. Екатерина Семенова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Единство под таким названием в Карачаевске открылась и выставка работ Руслана Маршанкулова и Фахрика Малмахмудовой. Поздравить художников пришли педагоги, студенты университета имени Умара Алиева, а также все неравнодушные к искусству. Подробности у Али Баташева. Алания, крепость, путь домой. Портреты, натюрморты, пейзажи. В каждой картине целый мир. Мир художника, его чувства, восхищение перед красотой окружающей природы и высоких проявлений человеческого духа. На выставке представлено 80 работ, принадлежащих кисти Руслана Маршанкулова и его жены Фахрика Малмахмудовой. Природа, она по-своему красивая, по-своему своеобразная. И этот человек должен увидеть, чтобы в дальнейшем эту красоту сохранить в природе в мире. Мне кажется, художник, прежде всего, должен быть очень искренен. Он должен выражать то, что вот он чувствует. Он как бы зрителя приглашается. Он чем-то восхитится жизнью. И он вот это восхищение передает на хост. И когда зритель смотрит на картину, он тоже получает это восхищение. Отдельные работы художников находятся в музеях и частных коллекциях России, Китая, Турции, Польши, Украины, Чехии. На создание картины с Абантой Фахрика Малмахмудовой потребовалось около года. Буйство красок, динамика. Вот такая мазковая техника, как у французских мастеров. Девушка, которая пишет такие картины, вероятно, в ней действительно есть чувства, есть эмоции, которые помогают ей и работать. Многие работы художников вызвали интерес и высокую оценку поклонников искусства. Мы имеем сегодня дело с настоящими профессиональными, которые прекрасно владеют чистю, так скажем, которые готовы еще и еще раз трудиться и каждый раз показывать все новые работы. Мы рады за них, рады за их творчество. Выставка проходит на третьем этаже главного корпуса КЧГУ и продлится в течение месяца. Али Баташев, Салих Казанлиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Впереди еще прогноз погоды на завтра. Смотрите наши новости на официальном сайте gtrk.kcr.ru и ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok В Черкесске переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, днем 9-11 градусов тепла.